День весеннего равноденствия На праздничный стол обычно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, опроса, кукурузы и других злаков. Наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы. У татар особенностью являлось то, что надо было готовить кашу из семи круп. Семь число магическое, как будто бы приносит оно части, поэтому готовили вот такую кашу. В деревнях сохранились некоторые обычаи – это разжигание костров, где на пригорках открывается земля, и там они разжигали костры, готовили, дети готовили, пекли картошку и яйца. И обычным отметом является, народ прыгал через эти костры. Почему? Чтобы все это грязное у нас ушло, болезни все эти уходили, и чтобы огонь ощущал нас, и чтобы чистыми поступили в Новый год. Новый год наступает и по календарю традиционной марийской религии. В отличие от Навруза, проходит он без гуляний и празднеств. По летоисчислению Мари 22 марта наступает год черного медведя, который сменяет год сороки. Всего в символике марийского календаря 32 образа. Чтобы этот год был удачным, стоит быть как медведь сильными, мощными духом и работоспособными. В 2012-м, как предрекают марийские карты, придется много работать, потому как год будет полон на события.